всем привет в общем сегодня я вам расскажу как удалить антивирус 360 total security я думаю каждый сталкивался с этим вирусом когда допустим скачу пиратку и сегодня я попытаюсь рассказать как его вообще удалить что сделали этого надо и вообще куда лазать сразу говорю никаких программ не надо отдельных усам все это я расскажу на пальцах я его уже удалил слава богу я сегодня к чему-то раком удалил его я не знаю то есть смотри допустим у тебя вот есть винда не важно какая винда 7 8 там неважно смотри как все обычно делают заходи в панель управления смотри писаю вот программы компоненты нажимаем и смотри и вот здесь пряжение и они такие берут там нажимают удалить и все они типа как будто удалились но смотри и забав что приложение мог полностью не удалить потому что вот этот панель управления она не полностью может удалить вот крайне в случае моем это windows 7 поэтому я буду на ней пояснять поэтому может для кого-то это очень удобно и так допустим вы думаете что вы удалили то есть ну вас качать какая-то пиратка и случайно кита полетели вирус вы думаете все вы расправились вы молодцы классом удалили вирус нихрена подобно это говно сидит в вашем компе объясняю на пальце как но я посмотрю сейчас видео и не стал вообще как-то ли понимаете чем-то либо решил самим образом и так у вас есть диски вот у меня c мой c диск то есть на котором у меня вот она здесь сидела смотрите здесь будет папка 360 вот папка 360 и в этой папке будет если очень низко промотать были там писаю не стал то есть там давай я даже вот отдельную папку специально сделал где-нибудь там типа создать там допустим мы создали папку 360 вот допустим вот папка такая у тебя я ее здесь возьму по здесь буду ими и ее иметь вот и там были такая типа июне стану то есть написано должно быть там на это погоди можно создать что-то погоди нет нельзя так юнистал в общем но будем напишем юнистал на юнистал то есть она там должна быть я уж думаю найдете и он не вот я написал так зумиал не он неважно я просто для примера написал это будет если что приложение папка то есть у вас допустим на c диск она вот сидит вот допустим у вас это 360 смотри вот она папка допустим я это сейчас все на примере потому что я когда это дело там пришлось немного махинаций делать вот у вас будет папка юнистал два раза или один прошибайте и более также там допустим там разрешение права ну такое там когда обычно запускать от имени администратора то есть допустим да я даже здесь например покажу вот запуск от имени администратора вот видите нет вот у вас такое но я нажму нет я не буду запускать игру вот что-то вот то есть и там она у такого будет ну не такой она напишите по ну то что я показал вам уже вот и вы там нажмете удалить удалить полностью жмете есть он потреб вас перезагрузить после какой-то перезагрузки у меня со второго раза получилось то есть первый раз она не полностью удаляется то есть какой-то часть остается потом надо еще раз удалить его то есть там опять это останется программа юнистал вот это юнистал то есть он не стал это обычно как бы не знаю так как очень дистанции короче удаление еще раз нажимаем если он потребует ваш пока перезагрузить то можете сказать себе сами что вы удалили вот на копе ничего не будет то есть ей будет просто пустота вот буквально пустота то все удаляют папку да она нафиг не нужно там не ничего то есть вот она вот вы зайдете эта папка пустот будет написано то есть вот вот такой будет такой текст это папка пусто вот и вот такая будет здесь мы нажимаем удалить там конечно просто удалиться но там написать будет значок как администратор вот такой примерно будет значок вот все вы можете выходить и можете сказать что все удалено вот поэтому вот при же никак в отдельных сторонних не надо устанавливать поэтому я вам скажу ребят как говорит скажите самому себе что я хотя бы как-то этот способ то есть вот здесь не можете не искать ничего там тут даже можно не искать то есть видите вот да кстати даже я когда сюда решаю полезть тут тоже его нет то есть понимаете его здесь нет то есть понимаете он сидит то есть у меня на c диске было то есть он зашел увидел 360 решил залезть а там это говно сидит я понял что это все время у меня говно сидя я решил протестить даже запустил спинтаррс когда не был записи вот и умею в поиск серьезно поднялся точно столько ребят это говно заражает вот если у вас допустим какой-то нету антивируса ребят обычного и кроссовки антивирус вот 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 она вот вот это майкросовский антивирус и в принципе я не больше скажу вот ребят поэтому так то есть он не а вот а крупных прям есть большие ты серьезных прям вирусов то есть крупные вирусы он защитит то есть как-то найдет их а мелкие засранцы их не найдет она уже понимаете самим лезет именно в ком чтобы их найти и вот такое говно происходит в итоге вот и ребят напишите кстати если что-то непонятно могу немножечко подробнее объяснить то есть если ну если все понятно принципе способы на ю тубе есть допустим там автор показал там и они стал xf а ну это приложение само то есть два раза надо по нему то есть два раза попытаться удалить то есть первый раз частично снесет это приложение второй раз уже его полностью добивает и удаляет вот в таком случае что происходит вас поднимать производительность комп лучше начинает работать но и принц вот после перезагрузки можете сказать можно вообще никогда никуда не лазать и будет у вас все хорошо то есть ну я опять же поясняю то есть c диск есть у кого где она там завалялась как это может программа у вас оказаться еще раз объясняю эта программа может заваляться когда вы что-то устанавливали пират какую-нибудь допустим вы захотели скачать спинтарес там я не знаю флотник сэндбукс ну еще чем как мы на своих примерах поясняю то есть меня от этого вроде не было я не помню как он у меня вообще зародился этот вирус ну видать что-то устанавливал и он там засел вот то есть и он может засесть то есть вы пойдете туда в панель задач думать удалили вот когда вы залезете сюда вы увидите 360 таки думать чего кого такие зайдете там и увидите этот это приложение такие поймете мне жопен а вот то есть вы поймете что вы не удалили них них рена вот поэтому ребят у кого такой вирус сидит уткаyan потому что это не какой-то вирус а антивирусса этот во-первых нагружать систему это во-первых нагружать систему принципе самый простой антивирус поставьте и в принципе он будет без вирусов и меня не было только этот антивирус и заметью больше мне никаких и вирусов вроде несет 10 лет антивирусами вирус одновременно, то есть он это во-первых нагрузка системы падение фпс в играх, то есть допустим у вас до него было 60 фпс вы допустим играли там в дельмак 3 вот, а до него в дельмак 3 60 фпс а после уже, как он у вас появился в компе, в итоге уже стало допустим 40-30 фпс, то есть производительность упала, правильно, этот антивирус нагружает систему до такой степени что в итоге фпс настолько падает при этом у меня раньше в меню, я не помню ребят, вроде в меню раньше было 11-15 фпс теперь 16-17 вот так вот летает и на картах при этом уже не такой низкий фпс поэтому ребят, если такая у кого-то проблема, то серьезно вот по моему способу, папка юни стал ну там не папка юни стал, приложение оно вниз прям сам вмотаешь там практически, оно где-то снизу, специально так установить, чтобы вы не нашли, потому что ну а чё надо, как говорится, уметь верстеться вот поэтому ребят, у кого такой засранец сидит, лучше до последнего старайтесь добивать, просто области все папки абсолютно, юни стал, пытайтесь снести что-нибудь придумать и прошу снести его надо, потому что это говно нагрузит так вашу систему что потом не удивляйтесь почему у вас теперь там эээм форза хорайзен в 30 фпс теперь вы играете вместо 60, как было раньше или вообще в 120 раньше вы играли а теперь в 60 и даже не было никаких обновлений, никаких системных требований не меняли, правильно, антивирус сраный вирус антивирус, сраный вирус вот так вот поэтому ребят, на это все надеюсь помог, пишите если не помог, расскажу объясню еще раз, сделаю видео если вам не понятно на этом все, удачи, до встречи ребята, удаляйте эти антивирусы которые у вас установлены например, 360 Total Security все, на этом все спасибо за просмотр, надеюсь помог очень тебе, братишка поэтому давай, до встречи удачи, сегодня и это видео будет надеюсь, все, пока-пока